Друзья, всем привет! 15 февраля, вторник, я Максим Журавлев, канал про деньги и рынки. Друзья, извиняюсь за свой голос, немного прибаливаю, но не обращайте внимания. Давайте сейчас сконцентрируемся и все свое внимание направим на текущую ситуацию на рынках. Мы видим, что рубль сейчас укрепляется, серьезно укрепляется, российский рынок растет, а вот нефть падает. И вообще, вы знаете, вот складывается такое впечатление, что в последнее время нас водят за нос. Я имею ввиду в информационном плане. Поднимите руки те, кто слышал новость по поводу того, что в понедельник, вчера, еще 14 февраля, должно было состояться внеплановое заседание ФРС по поводу повышения процентной ставки. Кстати, более скажу, что эта новость не где-либо была озвучена, она была озвучена на канале РБК. Я же, в свою очередь, говорил о том, что я не встречал подобного подтверждения, поэтому сильно не придал внимания и значения вот этой новости. Но, тем не менее, некоторые участники торгов и в том числе мои подписчики были уверены, что это состоится. И если бы это состоялось, то доллар улетел бы, рубль однозначно бы провалился очень сильно и надолго. Друзья, но этого не случилось. Второй момент. Мы несколько недель с вами видели, читали, слышали новости по поводу возможного вторжения России на территории Украины. И, кстати, продолжает эту информационную линию гнуть, а с другой стороны, российские средства информации вот сегодня заявляют о том, что вооруженные силы России покидают территорию Республики Беларусь, завершаются военные учения, возвращаются на постоянное место дислокации. И вот именно эта новость сейчас и оказывает существенное влияние конкретно на валютную пару доллар-рубль, на фондовый рынок России и на рынок нефти. Давайте вот эти моменты сейчас более подробно разберем и, собственно, оценим текущую обстановку, текущее положение дел. Начнем. Но так как я сказал, что я не слышал и не видел новости, по крайней мере, из официальных источников по поводу внепланового заседания ФРС, я еще раз, друзья, вам напомню о том, что вот в марте, скорее всего, будет дважды повышаться процентная ставка. Есть такая точка зрения. Вот как раз именно эти моменты я уже видел в интернете на разных изданиях, причем финансового направления, англоязычные издания, американские издания. Вот они говорят, что да, в марте, возможно, два раза могут поднять. По крайней мере, есть такая вероятность. Вот этот момент, конечно, он более существенным. Но давайте вернемся сегодня на рынок. Вот сейчас посмотрим, что у нас происходит. Рынок нефти. Нефть у нас в моменте сегодня, опять-таки, торговалась чуть-чуть даже выше отметки в 96 долларов за баррель. Максимально было значение 96.23. Но сейчас мы буквально вот падаем более полутора процентов. Нефть марки Brent ниже 95 долларов за баррель в моменте торгуется. И при этом российская валюта у нас укрепляется. То есть фактически сейчас пошло все в обратную сторону. До этого нефть росла, рубль падал. И наоборот, нефть сегодня падает. И рубль, соответственно, укрепляется. На самом деле, вся эта ситуация, она, конечно, в большей степени была испорчена геополитикой. Какая ситуация? Я имею в виду рыночная ситуация. То есть рынки, по идее, сейчас разбалансированы. Валютная пара доллар-рубль и нефть, они реагировали на новости как раз, которые были связаны с геополитикой, с возможным вторжением и так далее. Почему рубль падал? Да потому что инвесторы покидали российский рынок, избавлялись от активов с возможными санкциями со стороны Запада. Если вдруг, допустим, Россия во вторую территорию Украины. Ну а рынок нефти рос как на дрожжах. Да потому что все думали о том, что если вдруг произойдет какое-то столкновение, либо вот какой-то открытый конфликт, то мы с вами понимаем, что Россия это нефтедобывающая страна. Россия поставляет нефть, в том числе в Европу, в Азию. И был риск, по крайней мере теоретически был риск, что поставки будут просто-напросто нарушены. Но и соответственно рынок эти риски закладывал и вот сегодня эти риски снизились. А снизились они почему? Ну открываем первый вот сайт, например, РБК. Минобороны сообщило о начале возвращения с военных учений с Беларуси. То есть уже 15 февраля начинается этап вывода вооруженных сил России с Республики Беларусь. Подразделения южного и западно-военных округов начинают возвращаться на постоянные места дислокации. И конечно же эта новость, конечно же, она просто-напросто приводит к мысли участников торгов, что возможный сценарий, который рисовал Запад о вторжении России на территорию Украины, как со стороны непосредственно границы России и со стороны Беларуси, то этот сценарий, вероятно, уже будет не реализован. Но я напомню еще раз свою точку зрения. Я лично практически уверен, что этого бы не произошло. Единственное, какой был риск во всей этой вот каше, это провокации. Вот провокации могли бы быть, и они, кстати, еще могут быть. Дело в том, что, например, тем же Соединенным Штатам Америки, у них же тоже есть определенная задача напрягать вот эту информационную обстановку. Может быть, они таким образом отвлекают всех, в том числе своих граждан, в том числе граждан, например, на территории Европы, от каких-то экономических проблем. Проблемы сейчас у всех стран, включая, конечно же, Россию, включая Европу, включая США. Мы говорим с вами про инфляцию. Я напомню, что вот этот тонкий политический момент, вот мы сейчас говорим про Соединенные Штаты Америки, потому что ведь они же в основном начинают, так сказать, первоисточник всей вот этой вот информационной атаки. Дело в том, что в ближайшие осень, в текущем году, состоятся выборы в Конгресс. И там очень такая, знаете, тесная и такая тонкая политическая борьба идет между республиканцами и демократами. И, конечно же, Белый дом, в частности, глава Белого дома Джо Байден, хотел бы, чтобы победили больше демократы. Но и, соответственно, если вот эта история с повышенными ценами в экономике, инфляция, например, какие-то другие проблемы, связанные с экономикой, они негативно сказываются на политическом рейтинге того же Байдена, и вот этот политический момент, он присутствует. И, соответственно, надо каким-то образом эту тему немножечко, так сказать, разбавить другими проблемами, другой информационной повесткой. И я считаю, что, возможно, и это, по крайней мере, моя личная точка зрения, вся эта история с возможным нападением России на Украину, честно говоря, возможно, это просто была информационная какая-то, ну не то чтобы утка, а повод для того, чтобы какие-то проблемы замаскировать другого толка. Но, друзья, конечно, это не моя именно исключительная точка зрения. Думаю, что есть и другие люди, которые также точно предполагают. Предполагают, есть и те, которые до конца уверены, что все-таки могло бы быть это вторжение. Но давайте сейчас все-таки посмотрим более, знаете, с прагматичной точкой зрения. Рубль, конечно, сейчас укрепляется. Сегодня, кстати, я так понимаю, состоятся переговоры между канцлером Германии Шольцем и Путиным. Будет подниматься вопрос и северного потока, и расширение НАТО на восток, и все другие проблемы, в том числе и Украина. Но, опять-таки, это, знаете, как с Макроном было. Сам по себе факт диалога, а ведь Германия – это крупнейший торговый партнер, особенно в части газового рынка с Россией. Естественно, такого рода переговоры, они еще добавляют оптимизма. Давайте глянем, например, график компании «Газпрома». «Газпром» у нас прибавляет в моменте около 4%. «Сбербанк» у нас порядка тоже 4%, даже в моменте чуть повыше торговались. «Роснефть» у нас неплохо растет. «Тиньков» у нас подрастает более 5,5%. Весь практически российский рынок, за исключением золотодобывающих компаний, в зеленом цвете растет практически все. «Яндекс», «Амазон» – более 5% роста. Кстати, по данным компаниям, по «Яндексу» и по «Амазону» здесь, конечно, неплохие уровни для вхождения. Те, кто рискует, например, в части IT-технологий, достаточно сильно уже провалились, особенно по «Яндексу». Мы, по сути, здесь торгуемся на уровнях еще, это какой у нас период, июля 2020 года, тогда, когда только начинали стартовать IT-компании, и как в России, так и за рубежом. И после этого они показывали только лишь исторические максимумы день за днем. Так, вот такая вот ситуация. Поэтому, друзья, давайте сейчас попытаемся сделать такой, знаете, первичный общий вывод по случившемуся. Ну, во-первых, мы с вами однозначно делаем вывод, что, по крайней мере, на сегодня, на 15 февраля, у нас разряжается вся эта обстановка в части геополитики. Риски немного уходят на второй план. Кстати, вот интересная новость, интересный заголовок на сайте Reuters. «Президент Украины призывает гню единства завтра, 16 февраля». Он говорит, по крайней мере, тут ссылка есть на его слова, о том, что они нам говорят, что 16 февраля будет днем нападения. Они, это имеется в виду, зарубежные средства массовой информации. Блумберги, Reuters, Wall Street Journal, CNN и так далее, и так далее. Вот они все говорят, что чуть ли не завтра будет начало вооруженного столкновения. Но сегодня войска выводят, и, знаете, вот это вот информационные моменты, вы знаете, тут такое впечатление, что идет противостояние с информационной и стратегической точки зрения. Знаете, как игра в шахматы. И в итоге Зеленский предлагает, чтобы завтрашним днем, естественно, вероятно, вторжения никакого не будет, но призывает, чтобы этот день был днем единства. Этот день мы повесим наши национальные флаги, наденем желто-синие знамена и покажем всему миру наше единство. Но здесь, знаете, это вопрос удел, конечно, политических блогеров, политологов, значит, всю эту тему разбирать. Но, опять-таки, знаете, все это, честно говоря, с финансовой точки зрения смотрится вроде как, с одной стороны, какая-то абсурдная ситуация. Будет, не будет, непонятно. Но рынки, знаете, их лихорадят туда-сюда. И поэтому сейчас валютная пара доллар-рубль, думаю, при отсутствии внешнего напряжения, возможно, вернется в свои какие-то более-менее аргументированные и более-менее обоснованные уровни торговли. Я полагаю, что этот уровень будет где-то 73,5, верхняя граница 75-73. То есть, да, примерно вот в этих значениях мы с вами при условии каких-то провокаций, при условии каких-то незапланированных и порой труднопрогнозируемых явлений. Придет вот в этот уровень. Нефть, я думаю, что тоже скорректируется на фоне ослабления геополитики. По крайней мере, все вот эти вот моменты сейчас немного будут сглажены. Но по нефти все-таки бычий тренд сохраняется, друзья. И он сохраняется даже теперь не сколько с точки зрения геополитики, сколько с точки зрения уже, знаете, баланса спроса и предложения. Поэтому по нефти после коррекционного движения, я не исключаю, мы пойдем, возможно, на 90, на 92. То есть, как бы вот этот вот именно уровень покупок, который у нас наблюдался еще от уровня 88-86 долларов за баррель. Вот эта вот вся тема, она будет, возможно, сбита. То есть, вот на этих уровнях все-таки я ожидаю продолжения покупок и тенденция к 100 долларам за баррель. Но, по крайней мере, я ее пока не снимаю, не исключаю. Соответственно, и валютная пара доллар-рубль тоже, она вернется опять-таки по этим причинам, вот в этот диапазон, о котором мы только что с вами поговорили. Ну и, соответственно, тогда, когда спадет весь этот геополитический момент, вот этот риск, мы с вами опять вернемся вот в чисто рыночные экономические факторы, которые сейчас влияют на рынки. Опять вернемся к заседанию ФРС, которое будет в марте месяце. И вот там уже начнется более или менее нормальное рыночное положение дел, с точки зрения рынков и экономики. А там, конечно, риски, они все-таки тоже сохраняются по поводу коррекции рынка, по поводу повышения доллара США и по поводу резкого ужесточения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я думаю, что все самое еще интересное впереди, помимо геополитики, которой, по идее, уже давно надо закрывать эту тему, но потому что все прекрасно понимают, что пока что это театр, информационный театр. Ну, надо это признать. Друзья, вот такая обстановка на сегодняшний день, на 15 февраля. Как дальше будет развиваться ситуация, конечно, покажет время рынки. До встречи в следующих видео. Пока.